Русская традиционная культура самобытная и многогранная. Люди, посвятившие себя ее изучению, уверены, она началась со слова. Сказки и былины передавались из поколения в поколение, накладывались на музыку, отражались в песнях и плясках. Но также русская традиционная культура это еще и духовный путь человека. Это колокольные звоны, чуткие стихи прохожих богомольцев. Эта программа «Хорошо, да ладно!» Я Мария Беленко и сегодня мы поговорим о том, как череповецкие мастера продолжают развивать русскую традиционную культуру. Череповецкий дом-ремесел – удивительное пространство, сочетающее в себе самые разные проявления нашей традиционной культуры. Здесь живет русский дух, шутят сами мастера и словно замирает время. Тихий островок спокойствия среди шумного, суетливого города. Конечно же, современная русская поэтическая традиция, она, безусловно, берет свое начало в далеком прошлом, в устном народном творчестве. И вот эта песенно-музыкальная традиция, к 16 веку она обрела два таких, казалось бы, с одной стороны, абсолютно разных, но с другой стороны, дополняющих друг друга вот таких вот две ветви развития. То есть, во-первых, это, конечно, скоморошая традиция. По-другому, уличная или ярмарочная культура. Она невероятно красочная и загадочная. Есть в ней что-то мистическое. Например, совершенно особые музыкальные инструменты. Инструмент очень загадочный. Так до сих пор исследователи не смогли определить ни место, ни время вообще его появления. Но существует такая легенда, что произошел он от простого живого жука, которого подносили к губам. И жук, размахивая крылышками, то есть он создавал определенные движения. И выдувал воздух музыкант тот человек, и получался необычный звук. Вот первые варганы, они были деревянные, костяные, деревянные. Потом, конечно же, со временем появились инструменты металлические. Каждый инструмент со своим характером. Они бывают разные по высоте звука. Я люблю инструменты низкие, в общем-то такие шаманского, трансового свойства. Есть инструменты высокие. Например, из тех инструментов, что есть у меня, они абсолютно интернациональны. Инструменты представляют многие музыкальные традиции. Например, вот этот инструмент, на котором я играл. И этот, это наши уральские. Вот эти инструменты из Татарстана. Вот это, наверное, самый низкий варган из моей коллекции. Он такой очень шаманский. Вот это татарский инструмент. Вот этот варганчик, он вообще самый маленький в мире, то есть меньше уже не бывает. Однако же даже из этого малыша, который больше на какой-то амулет смахивает, можно извлечь определенный звук. Это не потоковое производство. Каждый варган индивидуален, изготавливается вручную мастером. Его и другие не менее яркие инструменты Павел использует в качестве аккомпанемента к своим кукольным спектаклям. Так, в истории Ваньки Скомороха, бродящего по свету в поисках солнца и счастья, звуки варгана сопровождают встречу героя с шаманом. Алира, его поход в кабак, откуда выбраться не так-то просто. Жил, как перст, ходил по кругу, спал во врагах и стогах, посещал избу лачугу на куриных на ногах. Когда молод был, гуря не былай, Гуря не былай, А возрастать я стал, В горе прибывай, В горе прибывай. А уеги в избе шалман, В каждой бочке брага, Пьет с нечистой Иван, Белый, как бумага, А за стенкой глухомань, И кисельный берег, А не уйти отсюда, Вань, А ты навечный пленник. Но все же Ваньке-скомороху удалось выбраться из этого кабака И продолжить поиски счастья. И вот однажды на перекрестке двух дорог Повстречался ему еще один яркий герой русских сказок – Колобок. Ванька кинулся навстречу, Слезы капали из глаз, Темной ночью искалечен, Начал Ванька свой рассказ. Долго Ванька клял судьбину, Все поведал Колобку, Ни одну занозу вынул, Что торчат в его боку. Что нам делать в этой стуже? Как нам солнышко обресть? Колобок промолвил, Друже, так ведь я оно и есть, Чтоб зажечь меня по новой, Нужен внутренний огонь, Добрым делом, Теплым словом, Располюсь я, Только тронь. Это авторская сказка Павла. В отличие от знаменитого Петрушки, Она рассчитана на более зрелую аудиторию. Поэт называет ее рассказом о скитаниях русской души. Эту сказку он часто показывает подросткам в школах. Ванька это живой, Живой вот такой персонаж, Которому присущи все человеческие достоинства и недостатки. Человек, который может быть подвластен каким-то страстям, Но в нем хватает внутреннего стержня, Для того, чтобы все это преодолеть. В каком-то смысле Ванька-Скомарух Это вот такой собирательный образ Вообще многих русских поэтов 20 века. Второй путь развития русской традиционной культуры – Путь духовный. Как ни странно, Особый подъем православия на Руси Пришелся на период смутного времени. Так или почти так возвестили колокола города Углича Об убийстве царевича Дмитрия. На Руси наступало смутное время. Тогда прохожие богомольцы слагали чудесные духовные стихи. Павел вместе с единомышленниками продолжают их дело и сейчас. Сочинял песни, врачевал души, Как благой вестник всем, кто их слушал, Не кривил сердцем, говорил прямо Со святым духом у ворот храма. Много лет минет, но и то к ведам, Так же внук двинет по стопам деда, В море трап спелых, да трапой узкой, Людям петь песни о земле русской. Звонарный клуб в Череповце обучает игре на колоколах всех желающих И знакомит с традиционной духовной культурой. Здесь есть колокола самого разного звучания, Есть и настоящие раритеты. Вот у меня в руках деревянное било, Его используют в монастырях, где нет колоколов, Или же раньше, в далекие времена использовали, Когда колоколов еще и не было в помине. Вот были, значит, деревянные билы, Вот это ручное било, Вот здесь у нас есть подвесное било, И еще были железные клепалы назывались. Ну, некоторые зовут их билами, некоторые клепалами. Вот, я сейчас покажу вам, как это работает. Значит, монах идет по монастырю мимо келий И собирает вот таким стуком монахов Значит, на какую-то молитву, на трапезу Или еще на послушание куда-то. Итак, мы с вами рассмотрели два пути развития русской традиционной культуры И убедились, что она по-прежнему находит отклик в душе современного человека. Это была программа «Хорошо, да ладно!» Я Мария Беленко. Увидимся!